Итак, продолжаем наше обучение мануальным техникам массажа от Олег Аллафа Гудвина. И сегодня мы рассмотрим, вернее в этом ролике, массаж руки спереди, то есть тогда, когда человек лежит на спине. В прошлом видеоролике вы видели, когда мы делали массаж, человек лежал на животе, то есть мы с той стороны обрабатываем руку. Здесь просто есть некоторые отличия, некоторые нюансы. Вот человек может руку держать, видите, вот он ее немножко напряг, для этого мы ее чуть-чуть встряхнем, локоток уберем в бок и положим вот так, вот так мягче будет лежать, и соответственно нам открываются шире поверхности, которые мы будем обрабатывать. И вспоминайте, как у нас идет массаж по сегментам, сегментарно. Вот плечевые мышцы, первый сегмент, второй сегмент, это вот это само плечо, трицепсы и бицепсы, третий сегмент, это вот лучезапястные кости, да, предплечья, и четвертый сегмент это рука, то есть мы сегментарно двигаемся сверху вниз, а все наши массажные движения, как вы помните, помните, он говорил, мы делаем снизу вверх. Это наиболее правильный подход, потому что мы гоним кровь и лимфу все вверх, все к центру груди, ну кровь и сердце, а за грудино находится огромная цистерна, лимфоцистерна, которая ее собирает. К ней подводятся лимфоузлы из подпочечной зоны вот отсюда и из подмышечной зоны, поэтому мы туда вот так вот будем заворачивать все наши движения. Итак, масло нам нужно всего лишь капельку буквально, рука не такая большая зона, да, и нам его хватит на то, чтобы сразу растереть масло по всей зоне, по всем областям руки. И, видите, у меня поглаживание уже переходят в такие легкие вспоминания, тут же в растирание, быстрые, энергичные, снизу вверх идем, пациент уже чувствует тепло, да, вот, и тут сразу вот мы выбираем два пучка, ой, три пучка плечевых, и их отдельно растираем. У некоторых, но, в данном, у данного пациента их не особо заметно, да, но у некоторых они, вот, особенно те, кто занимаются атлетикой, да, спортом, у них они наиболее видны. Вот этот пучок передний, вот он, вот, он идет, крепится вот туда, к ребрам и ключицу, вот посередине ключицы, где-то вот тут вот. Вот мы его весь и берем, вот так вот растираем. Средний пучок, вот он идет, чтобы больше увидеть, лучше было видно, да, чуть-чуть можно в такую положить. Вот, передняя заканчивается, видите, тут ямочка есть. Средний пучок, вот он, его отдельно растираем. И задний пучок, вот он, он крепится там, к лопатке с той стороны. Вот его тоже отдельно растираем. Для чего я это подробно вам разговариваю? Потому что бывают у людей зажимы, блоки в плече. Иногда вот тяжело бывает, там, поднять руку, не может, да, в каком-то конкретном положении, отвести в сторону или назад завести. Вот, особенно, когда назад заводится рука, да, то это вот этот вот пучок, вот он где-то страдает, где-то у него там есть блок. Мы пальцами можем это прощупать, это будет такое состояние, как будто бы натянутая струна, то есть мышца такая жесткая, как струна. Мы ее можем вот отдельно нащупать, да, вот где она находится. А крепится они примерно вот здесь. Здесь есть бугор плечевой, где они крепятся, вот перекатываются мышцы, например. Чувствуешь, да? Вот она катается туда-сюда. Да, это вот эта мышца, она может быть спазмирована. Значит, мы ее всю проходим, ищем, где она крепится, где-то вот здесь, вот эту точку отдельно можно проработать. Ищем, где она крепится, где-то вот здесь, по камеральному отростку. Вот, и если это болезненная, да, может, если у нее миозит, миозит, то тогда мы ее пережимаем. Помните, я говорил, несколько способов воздействия на мышцы. Давайте я их повторю. То есть, вот, например, нашли вот это место крепления, да, и тогда эту точку сильно нажимаем на вдохе. То есть, когда мы делаем мануальные техники нажать на тело, да, мы на выдохе выдыхаем, слышно, что было. Вот, а здесь вдох вдыхаем и пережимаем эту мышцу. Держим, держим секунд десять, максимум пятнадцать, отпускаем. Это второй способ воздействия. Первый, это было разминание, будем сюда, да, это и растирание. Растирание любые, можно вот спиралевидное, там, в зависимости от величины мышцы. Пальчиком одним, да, можно вот всеми пальцами вот так вот спиралевидное растирание. Их никто не отменял. Они всегда полезны и всегда пригодны. И вот эта мышца переднюю, да, пущу, кто же вы доходим. Он, соответственно, уходит под грудную еще, может, туда тоже глубже. Вот, это первый способ, да, растирание, разминание. Второй способ, это поражать точек, да, соответственно, здесь точку поражали, и вот нашли, где она заканчивается эта мышца. И с этой стороны можно продавить ее. Только тут поаккуратнее, потому что лимфоузлы и нервы с внутренней стороны плеча, да, поэтому, чтобы не опережали, чтобы не было больным человеком. Терпимо, да, здесь нормально, да? Вот, следующий способ воздействия, это миофасциально такое вот ризинг или растягивание. Мы берем эту мышцу, да, и отдельно ее вот так тянем. Закрепили, да, и также где-то вот полминутки примерно как-то мы ее растягиваем, где находится, да, вот это место как раз вот так растягиваем и держим. Держим вот так полминуты, минуту, может быть, да. Когда мы начинаем чувствовать, что она выскальзывает из рук, как бы, знаете, так, утекает, как вот, уходит, да. Значит, у нее пошло расслабление. Эти фасции, которые тоже могут быть перенадлежены, они тоже расслабляются. И следующий способ это растягивание не парадольное, а поперечное. Вот, нашли эту мышцу, да, и вот уперлись у нее руками и тянем вот перпинокулярно. Тянем, 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 потихонечку этот раз, опа, и выскользнула. Ты почувствовала, да? Тоже ускальзывает, да? Да, да, она ускальзывает без всякого напряжения. То есть, вот у нас демонстрационный аппарат, такая змейка, да. Похоже на большое количество, большинство мышц, они веретенообразные, то есть, мы, к примеру, такие все, да. Где-то заканчиваются они вот сухожилиями на конца, да, да. И вот само мышцу мы берем, то есть, сухожилие мы пережимаем. А само мышцу, где нащупали, да, вот мы так мягко растягиваем и ждем, когда оно расслабится. И потихонечку вот оно распрямляется. Или другое растягивание. Поперечное. Такое вот тянем. И потихонечку, ну как бы, вместе с фасцией, вытягивается и встает на место. Фасция, это помните, что такое, да, грубо говоря, такая проночная оболочка у кучка мышц. Когда мы разминаем, вот тут мышцы сейчас будет побольше, да, это просто сразу покажу, мы разминаем, соответственно, вот, всю мышцу вот так вот, змейкой. Не зря я вам это видео показываю, да. То есть, на ней очень удобно показать, как мы с мышцей работаем. Пальчиками вот так вот. Понятно, да. Потом уберем всю мышцу и вот так вот целиком растягиваем. Растягиваем. Так, сейчас покажу это на нашем подопечном, подопечном. Подопечной. Так, вы прославили, да. Вот мы все вместе размяли, потом каждый пешок отдельно, да, вот, растягнули. Змейки прошлись, видите, все наши движения снизу вверх, от кончиков, от периферии к центру. С этой стороны тоже мышцы как размяли. И добавляем еще скручивание. Целиком всю руку берем и скручиваем все плечо, насколько возможно. Вот, то же самое мы делаем с предплечьями, да. И вот, что тут удобно в позе, когда человек лежит на спине, можно руку положить и так, вот с этой стороны обработать, да. Можно развернуть вот так, в принципе тоже. Получается как бы визуально отдельно пополам, да. На внутреннюю сторону обращаем отдельно внимание. На внешнюю сторону обращаем отдельно внимание. И доходим, все наши пучки мышечные, они идут чуть дальше, чем сам локоть, сама линия, да. То есть они крепятся вот здесь. Эти крепятся выше вот здесь, вот. Это вот мышцы бицепс, да, он крепится ниже, вот там. Это нужно для того, чтобы сгибался наш локоть. То есть мышцы, они когда сокращаются, они, собственно, горокосят и сгибают. Вот. Проработали их также. Ну, все способы те же самые, да. То есть сначала растирание, потом разминание идет, да. Потом более жесткое разминание. Вот, лапа леопарда, да. Когда мы уже туда вот внедряемся в глубокие слои мышц. И пальчиковое разминание, где-то вот нашли какой-то блок, да. Прямо вот там вот его отдельно можно прожать. Продавить. Вот тут вот часто бывает блок вот эта мышца вот она идет. Крепится вот косточка, да, выше локтя. Вот здесь где-то, да. Соответственно, мы ее продавляем. Где же триггерная точка находится? Чувствительно, да? Да. Да. И, наверное, масла не хватает. Чуть-чуть добавим. Уже впиталось. Так, вот про скручивание я вам говорил, да. Скручивание похоже на крапивку, да, в детстве. Только вот поплотнее. Там мы кожу тянули, да, поэтому было больно. А тут, во-первых, с маслом не больно, да. А во-вторых, мы захватываем не кожу, а именно вот мышцы. Вот все мышцы вот. Раз. Друг относительно друга. И локоть тоже вот эти косточки. Прямо, чтоб косточки разворачивались. Видите, жарсть тянули. Переходим к следующему, к следующему нашему сегменту. Это ладонь будет, да. Сними, пожалуйста, отсюда, а твоя спина к тебе разворачилась. Вот, соответственно, смотри, руку положили так, чтобы локоть не упирался, да, то есть его надо вывернуть либо внутрь чуть-чуть, либо чуть-чуть наружу. Вот так. В данном случае вот внутрь, да. Одним кулачком растягиваем все мышцы, ладони, а другой палец, другая рука, свободно же, да, мы начинаем массировать запястье. Получается такое одновременное движение в противоположные стороны. Можно вот перпендикулярно. Теперь разворачиваемся в эту сторону и кулачками прям берем большие мякоть и ладони, вот эти большие мышцы, да, вот эти холмики. Раздвигаем их и массируем костяшками пальцев. Сразу же переходим на пальчики, растянули их, размяли каждую фалангу отдельно, дополнительно смазываю их маслом, да. И переходим на такой пожестче, когда вот мы между пальцами своими, зажимаем каждый пальчик отдельно в двух плоскостях. Вот достаточно сильно, мы пытаемся отделить все косточки в плоскости вот в этой, а потом вот в этой. Да, это сильно делается, кому-то это чуть больновато, кому-то даже кто-то просит, да, о-о-о, хорошо, прямо так вот с пальцами давай, давай, не нажми посильнее. Ну, я делаю сразу двумя руками, да, чтобы по два пальца обрабатывать и так получается быстрее. Вот, и раскрываем ладонь теперь. Для этого надо ставить свои собственные пальцы вот так и вот так. Вот мы раскрыли ладонь, еще больше нагнули и растянули на себя. Да, вот там все мышцы растягиваются, да. И нам очень удобно большими пальцами, соответственно, обрабатывать вот эти вот места крепления мышц. Вот вот косточки находятся, да, и тут же аккумуляторные точки, их тут же можно продавить. Вот так вот. Всю ладонь, все большие пальцы вот эти вот вводим, массируем. И в центре находится вот так вот проекция толстого кишечника. Соответственно, увеличиваем ее в перестальце по тем, что прожимаем вот эти точки. Они могут быть сейчас болезненны, да, но зато я вам гарантирую, когда я руку отпущу. Человеку, клиенту, бывает очень приятно, когда вот эти мышцы размяты. Он говорит, ой, такой массаж рук не никогда не делали. Что? Мизинец. А, мизинец сильно давит, да? Так. И сразу же переходим к запястью, да, мы его немножко вот схватаем, и вот растираем быстро, скручиваем. То есть растираю, я легонечко держу. Для скручивания я посильнее, вот, чтобы сама ходила вот ладонь, относительно лучик запястных костей. И теперь немножко так вот растягиваю так. Так вот немножко как будто, пытаюсь как будто бы оторвать, да? После этого идут скручивания такие. Первое скручивание, когда у нас ладонь находится на одной линии с предплечьем. То есть получается вот такое, да, вот в эту сторону и вот в эту сторону. Для этого мы берем руку посильнее, а запястье держим второй рукой и выкручиваем. С этой стороны нам удобнее промять пальчики вот эти на скручивание с тыльной стороны ладони, да? Вот если будете использовать не пальцы свои, да, вот тут точки есть, акультурные, мы их прожали между костяшками, да, вот они прямо здесь находятся. Раз, два, три. Чтобы было мягче, я рекомендую использовать подушечку своего большого пальца, то есть вот так вот продавливать. И в обратную сторону. Раз, два, три. Теперь скручивание похоже, но немножко другое. Когда мы загибаем руку, да? Но дальше крутим по спирали, получается, по спирали вот так чуть-чуть. Заметили разницу движения, да? И теперь это вот тоже. Специально пальцами показываю, куда надо давить. Потому что на самом деле я все это делаю в ладони достаточно быстро. Если пациент напрягает руку, да, или там, ну как-то ее держит, можно отдельно стукнуть, показать ему, что вот надо расслабиться. Теперь берем вот так мягенько за запястье, да, и поддергиваем руку, расслабляем локоть, плечо. Вот, чтобы он почувствовал, что мы, что все шарниры в руке здесь, здесь и здесь, да, он не свободно вращается, свободно ходит. Переворачиваем руку вот в верхнюю позицию, да, чтобы нам открылись вот эти мышцы. Но вот у некоторых людей там мешают либо лопатки, либо мышцы начинают тянуться, да. Чтобы этого не происходило, можно использовать свой, свое колено. Ну, любое, как вам удобнее. Можно сесть на стол и вот так вот руку растянуть, да. Только смотрите, чтобы локоть не передавился вот сюда, иначе будет просто больно. Вот, прорабатываем вот эти мышцы. Опять же, с этой стороны. Опять же, это все на растяжение. Вот, подробно тут не буду становиться. Здесь, в принципе, все движения те же самые остаются, да. Но нам, в данном случае, открылся локоть дополнительно, да. Вот мы его дополнительно можем каждую косточку, вот так вот мягенько, любовно. Так вот мы их обходим. Прошли все вот эти точки сочленения. Тут крепится очень много косточек, сухожилий. Отдельно вот мы их каждую проходим, да. И после этого делаем выжимку. Одну руку держим, да. А другой, с таким слегким скручиванием, проходимся и выжимаем лимфу. Медленно, поэтому нам движения быстрые не нужны. Все делаем. Я сейчас даже быстро показываю, ну, для съемок, да. На самом деле, все это можно сделать еще медленнее. Вот туда. Руку для этого специально вверх поднимаем, да, чтобы она удобнее, быстрее стекала. Она помогает, гравитация в этом случае, да. Потом немножко вот растянули, именно за запястье держу, видите. Чтобы оно тоже тянется в трех местах. Раз, два и три. Пациентка в градусов перпендикулярно. Если у вас лежит достаточно там мощный человек, да, атлет, то рекомендую для растягивания еще опереться ногой можно. Вот так вот. Единственное, что не упираетесь в молочные железы и под самую подмышку. А ищите такие вот места, где вот ребра и лопатка. И с этой стороны нужно переться тоже в косточку. Акормиальный отросток соединяется с ключицей. Вот в это место мы и упираемся. То есть не в самом плечо и не в шею, не в горло ни в коем случае. Ну, понимаете, да? Почему? Вот. То есть я упираюсь именно в косточки. Вот. Вот. По 45 градусов. По 45 градусов относительно плоскости тела. Сагитальная плоскость называется, да? И по 45 градусов относительно плоскости тела. Тоже вот так чуть-чуть вверх это получается движение. Вот. Угу. 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 Теперь заканчиваем. Для этого указываем руку обратно. Да? И применяем всякие наши вот нервы. Постукивание, похлопывание, шкивковые техники, вибрационные, встряхивание. Ну, подробнее о них уже рассказывал. Единственное, что хочу такой небольшой нюанс подсказать вам. В общем, когда вы встряхиваете, это не должно быть такое движение, такое смазанное, да? А вы как вы берете мышцы, да? И вот ее именно. Сначала до конца. Вы взяли где мышцы, да? Герцинули. Все. И потом. Все. Это смахиваем. По сути, видите, движение я тут уже делаю не от периферии к центру, а наоборот. Потому что тут моя задача расслабить руку, да? Это все-таки поверхностное движение. И сбросить энергетику. Вот. С пальчиками смахиваем ненужную.